Всем привет! Меня зовут Алена, и сегодня я записываю видео о своих книжных покупках. Я была на книжном рынке буквально несколько дней назад, и, собственно говоря, книга, за которой я ездила, вот она. «Магия утра» Хел Элрот, и я давно хотела её купить и прочесть. К сожалению, я не могу читать книги на телефоне или на iBook и так далее, потому что у меня быстро устают глаза. Поэтому, чтобы не мучить себя, и тем более я люблю бумажные книги, я люблю ощущения. Как вы поняли, идея, что утро — это такое магическое время, когда происходит всё самое главное, когда начинается наш день. Мне, в принципе, очень нравится идея вставать рано. Я ни в коем случае не жаворонок. Скорее даже наоборот, потому что пик моей активности, как я считаю, приходится на 11-12 часов ночи. Хотя, знаете, вот это всё подразделение на жаворонок и сов тоже такое очень сомнительное, но тем не менее. И я уже начала читать книгу. Насчёт того, стоит ли читать или нет, я думаю, что да, стоит, хотя бы потому, что она достаточно легко написана. В ней много мотивирующих глав и незамысловатые советы, которые действительно применимы в жизни. Как вы поняли, цель — это вставать раньше, но двумя словами этого не объяснишь, поэтому и написана эта книга. Вы, наверное, заметили, что книга у меня в мягкой обложке, и остальные книги, которые я купила, тоже будут в таком же формате. Объясню почему. Во-первых, это цена. Книги в твёрдой обложке стоят гораздо дороже. И плюс я нашла на OLX, это известная в Украине интернет-платформа с объявлениями, новые книги. Я так подозреваю, что это перепечатанные издания, но с оригинальным текстом. И они стоят в три, иногда в четыре раза дешевле, поэтому почему бы не сэкономить. Второй момент — это то, что я всё-таки считаю, что книги — это один из источников, которые хранят пыль, притягивают, если, конечно, книги не хранятся на закрытых полках. Поэтому всё-таки стараюсь особо их не коллекционировать. Хоть, конечно, есть исключения, которые красивые, дорогие, в твёрдых обложках, но это исключения. Такие книги я люблю читать и потом кому-то отдавать, передаривать, кому нужно, кто захочет это прочесть. Я думаю, что у меня найдутся желающие. И третий момент — это то, что современные даже авторы таких книг по психологии, по саморазвитию, они предлагают и советуют делать какие-то заметки на полях, подчёркивать что-то для себя же, для того, чтобы лучше это запоминать. И потом можно просто пролистать книгу и всю суть вспомнить быстренько. А книги, которые дорого стоят, на них жалко это делать, жалко их чёркать. Это же больше похоже на брошюрку, поэтому я не вижу ничего криминального в том, что поставить каких-нибудь там знаки восклицания, вот я тут уже чёркала. Книжку я уже читаю и где-то сейчас на середине. И да, я уже её могу посоветовать, как я вам сказала. И давайте приступим к следующей. Следующая книга — это «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо». Марк Мэнсон, автор. И да, она немножко не резонирует с предыдущей книгой, даже в чём-то, может быть, противоречит. И я не скажу, что я страдаю сильным влиянием от чужого мнения или сильно заботюсь о том, какое впечатление произвожу на других людей. Скорее, наоборот. Но я очень много слышала о ней, мне очень интересно прочитать, что же в ней содержится. Тем более, она совсем небольшая. И я не жду от неё чего-то особенного, но интерес всё-таки взял своё. «Чакры для начинающих». Автор Дэвид Понт. Я знаю, что эта книга покажется странной для многих. Но я верю в энергетику, я верю в силу цвета. Все мы знаем, что цветом можно улучшить физическое состояние или, наоборот, эмоциональное. Можно даже повысить или понизить аппетит. Поэтому я думаю, что такая книга хотя бы для общего развития никому лишней не будет. И я не планировала её покупать, но увидела на полке, схватила и решила, что она пойдёт со мной. И как потом оказалось, она ещё и самая дешёвая из всех. «Семь навыков высокоэффективных людей». Стивен Кови. Столько о ней говорят, столько людей её советуют, что я не могла упустить возможности и не прочесть её. На самом деле, мне даже нечего добавить, потому что мне кажется, что она у всех на слуху. И да, я хочу становиться лучшей версией себя. И если эта книга мне поможет, я буду очень счастлива. И даже по отзывам мне уже кажется, что это одна из must-read книг на данный момент. «Подсознание может всё» — Джон Кехо. Вы уже поняли, что книг по художественной литературе в этих покупках не будет. И эта книга, которую нередко вспоминает Лена Блиновская. У неё миллион марафонов. Я очень люблю эту девушку по исполнению желаний марафона. И вот она часто его вспоминает. И я думаю, что мне стоит прочитать эту книгу. Это что-то типа секрета, насколько я поняла. Но после того, как я посмотрела уже фильм, мне интересно читать книгу. Да и секрет гораздо более масштабный, чем это. Это совсем такая малюсенькая. И спасибо Фрейду. Мы все знаем о сознательном-бессознательном. Тот, кто хотя бы проходил краткий курс психологии в университете. Это уже сто раз доказано. И даже не буду это подвергать сомнению. Поэтому обязательно расскажу уже после того, как прочитаю. Вальс Гармодов, вторая часть. У меня, кстати, есть первая. Я до сих пор её не прочитала, признаю. Мне очень нравится автор Наталья Зубарева. Я подписана на неё в Инстаграм. Мне кажется, что её советы достаточно дельные. И я ей полностью доверяю в медицинской и околомедицинской тематике. Потому что если бы я не доверяла, то какой вообще смысл покупать книги её авторства. И да, я следую некоторым её советам. Вижу положительный результат. Поэтому с удовольствием прочитаю эту книгу. И думаю, что для себя почерпну немало полезных каких-то новых привычек. И напоследок, самая пока что непонятная для меня покупка – это «Трансерфинг реальности» Вадим Зеланд. Скажу, что я крайне скептически отношусь к этой книге. Более того, вот это утверждение, что всё давно предопределено, и нам осталось только сделать какой-то выбор, меня не устраивает. Я не хочу этому доверять. Но для того, чтобы быть в теме, я всё-таки решила, что мне нужно сперва прочесть книгу. Может быть, это всё не совсем так, как я себе сейчас представляю. А после прочтения я даже соглашусь, может быть, с автором, кто знает. Она немаленькая. И надеюсь, что всё-таки я получу какой-то положительный результат от прочтения, даже если я буду на 100% не согласна с тем, что тут написано. На этом всё. Конечно, мне хочется приступить к каждой из этих книг, чтобы поскорее узнать, что там. Но я думаю, что всё-таки я разбавлю этот поток по самосовершенствованию, самопознанию какой-то художественной литературой. Одной из книг, которые ждут меня на моих полках, непрочитанные. Спасибо большое, что оставались со мной. Я желаю вам всего самого доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok